Приветствую вас, друзья! Ну, наконец-то возвращается наш российский футбол, наш Спартак, за который мы все болеем. Сегодня важный матч, возможно, не важный, я не знаю, кому как. Питеру, скорее всего, важный, потому что последнюю игру с крыльями они проебали, скажем так, и оба гола крылья Советов забили после удаления, то есть на 8.3-9.3-й минуте. Если сегодня говорить о игре Спартака и Зенита, то прогнозы тут давать это совершенно бессмысленно, потому что пока не увидим мы состав из запасных, никто, я думаю, не даст прогноз. Если чисто по скамейке, то, конечно, Зенит должен побеждать. Побеждать или как минимум играть в ничью, хотя с крыльями они проебали. Кто знает, какой настрой будет сегодня, скорее всего, не дооценили они самарцы. На самом деле я поставлю только одну ставку, она будет такая рискованная, потому что действительно ставить неизвестно на что. Там может и победа Спартака быть, и разгромная победа Зенита, и может быть просто боевая ничья, могут просто никто не забить мячи, неизвестно какой будет состав. Поэтому я рискну и поставлю на точный счет. Поставлю небольшую сумму. А для чего я захотел записать этот ролик? Ну, новости о Спартаке, я думаю, вы все читаете. Не буду говорить про Пола Эшварда, про нового спортивного директора, потому что только время покажет, что он может. Выделили дополнительно 15-20 миллионов евро на трансферы на зимний Спартаку. Если говорят, что Эшварда деньги ворует там, как-то, короче. Но посмотрим, тогда просто привезут нам три Кафрие и так далее. Если, конечно, они за эти 20 миллионов возьмут двух хороших игроков, хотя бы опорника и, как минимум, правого защитника, то, я думаю, команда усилится. Тем более и к зиме, и, естественно, к возобновлению нового сезона. Продолжение сезона. Там уже выздоровеет уже и Мартинс, выздоровеет уже и Мозес. Так что состав будет уже более-менее неплохой. И за третье, пятое место Спартак сможет бороться. Вы можете в меня кидать камнями, говорить, что почему не за первое и второе. Да потому что. Потому что у нас такой состав, у нас пока непонятное руководство, у нас пришел непонятный спортивный директор, который, наоборот, может все разрушить. Но вернемся к тому, зачем я хотел записать это видео. Затем, что после игры, как обычно, я запишу свой комментарий, свое видение, то, что я увидел в этой игре. Напоминаю, хочу, чтобы вы подписались и ждали. Будет поздно, да, потому что игра закончится в порядке 10 часов вечера. Пока запишу небольшой комментарий. Возможно, к 11 это выйдет. Так что подписывайтесь, комментируйте. Ну что, я пожелаю только победы Спартаку. Спартак чемпион. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok